Народная мечеть. Уникальное архитектурное творение впервые открыло свои двери для верующих более 130 лет назад. С 30-х годов 20 века здание перестало выполнять свою первоначальную функцию. Переоборудовано в дом для сирот, потом много лет в нем работал детсад. С 2008-го началась работа по реставрации. В возрождении объекта культурного наследия оригинального значения приняли участие представители Самарской мусульманской общины, меценаты и все неравнодушные люди. Серьезную поддержку в реконструкцию оказал губернатор Дмитрий Азаров. Я думаю, любой, кто посмотрит, сразу оценит красоту. Конечно, спасибо, надо сказать, строителям, всем людям, кто принимал участие, принимает до сих пор. Очень красивые архитектуры и строители очень красиво сделали. Очень довольный народ, очень красиво. Заброшено было. Иногда проезжали на маршрутках и это смотрели. Ислам – религия, которая испокон веков представлена на Самарской земле, отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии обновленной мечети. Он подчеркнул важность единства, сплоченности, веры и поблагодарил всех, причастных к восстановлению памятника и архитектуры. И сегодня в единстве мировых религий, представленных на российской земле, о чем вчера говорил президент страны Владимир Владимирович Путин, жители Самарской области, граждане России черпают духовные силы. Уверен, что вместе мы приложим все усилия для того, чтобы уникальные традиции Самарской земли, традиции дружбы, традиции братства людей разных национальностей, разных конфессий, сохранялись и передавались из поколения в поколение. Я благодарю всех, кто прилагает к этому усилия каждый день. Я благодарю всех вас за вашу веру, за ваше мужество, за ваше сплочение в эти, что говорить, непростые времена. Мира, добра и благополучия всем присутствующим, помощи Всевышнему. Значение этого события для всех мусульман Самарской области и Поволжья отметил председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный Муфти Талгат Сафата Джуддин. Самарская область нам очень дорога. Она входила в свое время в Булгары. Из этих двух, Киевской Руси и Булгар, начиналась Россия. И сейчас она огромнейшая, единая страна. Проект и его реализацию выполнили самарские мастера. Архитектурная композиция сочетает часть сохранившегося здания и новые пристрои. Знаете, вот самый, что мой первый вопрос, почему посередине осталось красным цветом. И когда рассказали, я был приятно удивлен. Оказывается, изначально мечеть была именно вот такого размера, ну чуть больше. А все, что вот белым цветом, это все достроено. И я думаю, в этом и фишка, что оставили красным цветом. История – это сила, история воспитывает. А внутри, конечно, это наивысший стандарт, это все условия. Был выполнен проект полностью. Заменили все сети, все, в принципе, и сделали фасад, адаптировав его под и старую мечеть, и под новое вияние. Проект фасада делала Наталья, архитектор Наталья Бас. Здесь очень много лепнин, если вы видите, керамических панно, изделий все из металла. Все это, конечно, работа штучная. В основном это делали наши самарские мастера. Работу по развитию мечети, прилегающей к ней территории, продолжат. Здесь планируется открыть спортивный зал и медресе. После открытия Дмитрий Азаров и Талгат Сафата Джудин обсудили развитие сотрудничества. Верховный Муфти поблагодарил губернатора за эффективное взаимодействие с региональным управлением мусульман и внимание к верующим региона. Леонид Кошман, Константин Макаревич, Новости губернии.